Уважаемые друзья, именно 5 июня 1744 года в Петербурге была основана порцелиновая мануфактура. Это первая в России и одна из старейших в Европе фарфоровых производств. И сегодня у нас в гостях наш друг. Алексей Виткалов. Это коллекционер, владелец салона антиквариата. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Ну, во-первых, Алексей, вы нам принесли очень много всего красивого. Какие-то очень красивые статуэтки. Это все фарфор. Это малая часть фарфорового производства, которое было произведено в Российской Федерации, в СССР, в Царской России. История фарфора насчитывает в России больше 200 лет. И те фигуры, которым больше 100 лет, они очень дорогие. Сюда я принес производство СССР. Самые старые фигурки. Это девушка в косынке, девушка в купальнике. Работница, видно, что ли. Ну, не просто работница. Ведь фарфор, на самом деле, его использовали не только для агитации, не только для того, чтобы передать какие-то художественные замыслы, но и в качестве рекламы модели одежды. Вот, например, купальник 30-х годов. Конечно. Вот этот? Да. Можно я к себе поверну? Вот так выглядела секс-символ, скажем так, 30-х годов. Хорошо, дальше. Слушайте, как интересно. Это мальчик с виноградом. Это была целая серия детей различных национальностей. У моей бабушки такие были. 15 республик, 15 сестер, и каждый ребенок был с какой-то там частью, там, с рыбой, с виноградом, с ковром, с чем-то еще. Это тоже такая своеобразная пропаганда 50-х годов. Это редкая фигурка. Юный пограничник, он в пилотке моряка. Чаще в пилотке пограничника, в обычной солдатской. Это он довольно редкий, он в синей пилотке морской. То есть это пограничник морских рубежей. Слушайте, ну говорят, ну ходят такие легенды в интернете тоже. Говорят, что в России, вообще Россия единственная страна, которым удалось, собственно, повторить настоящий китайский фарфор. Это так или все же легенда какая-то? Ну, очень сильно отличается сырье, оно приближенно к китайскому, а качество фарфора у некоторых изделий даже лучше, возможно, чем китайские. Серьезно? Да, говорить о китайских тоже, можно говорить о китайских 14-15 века изделиях, можно говорить о современных. Если брать современные, то качество даже производимого сегодня в Российской Федерации фарфора во много раз выше китайского. И по весу, и по прозрачности, и по белизне он превосходит современные китайские образцы. А сколько это все стоит? Ну вот антиквариат. Я знаю, что была какая-то чаша в 2014 году на аукционе, уж не помню какого императора, и продали ее за какие-то невероятные деньги. То ли 36 миллионов, то ли вот какая-то сумма была просто... Ну, возможно, это какая-то древняя чаша, скажу вам больше, тарелка, расписанная Малевичем, может стоить несколько сотен тысяч долларов. Ничего себе. Просто потому, что к ней приложился Малевич. А это всего лишь фарфоровая тарелка, агитационная, 20-х годов. Ладно, вот расскажите, а вот обычным людям, может быть, вы дадите какие-то пару советов, как именно выбрать фарфор? Ну вот сейчас уже в наше время. Сейчас очень много подделок, в том числе и китайских, и тоже написано ЛФЗ. Китай уже не тот, как говорится, да? Китай тоже пишет ЛФЗ. А, да? Серьезно? Да, и фигурки не специалисту порой отличить очень сложно. Клеймо абсолютно идентичное, сейчас, сами понимаете, в век технологии подделать можно любую подпись. Поэтому с большой осторожностью и приобретать фарфор в проверенных местах, лучше это в антикварных магазинах, большинство из которых дают пожизненную гарантию подлинности на предметы. Вот как наш, например. Ну, надо же. А вот сейчас очень модно, кстати, собирать всякие фигурки, ну, по крайней мере, среди моих друзей. Даже вот люди, которые никогда в жизни с антикварами не имели ничего общего, они вдруг начинают скупать каких-то вот этих пастушек, какие-то фигурки. Что это? Это вене моды какой-то? Ну, ведь это же красиво, интересно. Да, это красиво. Это инвестиционно, потому что каждый год эти фигурки, их становится меньше, они бьются, они дорожают. И есть одна из историй, когда осталось всего лишь две фигурки фарфоровых, и дама, собственник фигурки, вторую выкупила на аукционе за баснословные деньги, и тут же ее разбила. Таким образом она приподняла цену своей, одной оставшейся. Но сколько? Прям в несколько раз, да, взлетела цена? В десятки раз, просто одна фигура. Разбила ее. Ну, у нее получилась вторая склеенная еще. О, это, как говорится, на подарок кому-нибудь на свадьбу. Нет, нет, тут есть технологии обоснования цены. Вот есть склеенная, она 100 рублей стоит, а это миллион, но на целая одна. Алексей, спасибо вам огромное. Мы говорили о красоте, говорили о фарфоре с Алексеем Виткаловым.